Девушки отдыхают 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 Поэтому я Рите и сказала, хорошо, что ничего не было, потому что я узнала, что он женатый. Вот и все. Ирина знает прекрасно, что ничего не было. Поэтому и молчит, потому что мамашу не хочет подставлять. Ирина Александровна, получается, вообще то есть придумала все, правильно? Это не Ирина Александровна придумала, я тебе сама назвала это имя и сама сказала, что этот человек сам может распространять эти слухи. Сказали, будут русы какие-то армане. Это два месяца назад все обсуждалось. Где обсуждалось? Здесь. Это все обсуждалось, что в интернете это все всплывало. Я сразу сказала, обиженный мужик, мы еще с Ритой посмеялись. Я еще с Ритой в этот момент общалась. Долго еще собираешься? Вот я себя занимаюсь. Ты самому настроен? А? Стремно, конечно. Леш, я тоже стремно с этим обсуждать. Поэтому ты либо веришь, либо не веришь. Я вообще не понимаю, о чем мы говорим. Они даже готовы встретиться. А? Они даже готовы встретиться. Мы с тобой и он с Ритой. Леш, давай сейчас будем каждый день встречаться. Мне нахер это не надо. Ты готова или нет? С чем? Я тебе написал, что я готова. А они пошли. Честно, мне не надо это все. Я устала. Реально. Каждый день с утра просыпаться с такой мысль. А вот, закрой, что ты орешься. Да потому что не мне бить. С утра просыпаться с такой мысль, что ты там с кем-то поедешь встречаться. Что ты орешься? Что ты на тебе на ухе присядешь? Орешь, ты что? Да я не знаю, потому что сколько можно-то лучше, а? Мне-то нахрен не надо. Я тебе серьезно говорю. Но если тебе не хочешь в этом копаться, я тебя не держу. Я тебя не держу, если ты не хочешь в этом вообще копаться. В смысле я тебя не держу? Это я тебя лишь не держу. Если тебе не надо. Леш, это я тебя не держу. Я тебя не держу. Но мы за друг друга не держимся вообще абсолютно. А, вот так, да? Мы это поняли. Ну да, ты мне сказала, ты мне не держишь, я тебя не держу. Я не держу тебя. Хочешь, я тебе не держу. Хочешь, езжай, общайся, узнавай. Рита, пусть Рита здесь говорит все, что она знает. Рита, еще кто-то. Мне нахрен не нужны. Они там все за одной компанией. А я куда должна ехать? К друзьям, которые там давно договорились без камер? Как и что сказать? Или что? Мне это нахрен не надо, ты пойми. Все, ты куда шел, иди. Рот закрою. До свидания. Слушай, да я пойду куда захочу, рот закрою только. Все, до свидания. Вонючий, позорный. Пугал. Гнилой рот свой. У тебя не гнилой это. Понятно, у тебя гнилой. Ага. А у тебя-то что не гнилой? Слушай, давай. Ромашки там растут, что ли? Обсасывай дальше все. Ты сам иди, отсасывай, понял? Слушай, ты что, скотина? Позорная, ты что, я не понимаю? Твали от меня, все, не трогай. Слышишь, что? Ты что, скотина, позорная-то, не позорная? Я говорю, не трогай меня. Ты рот тогда свой закрой, вонючий я тебе говорю. Я уже с тобой вообще не разговариваю. Ну и рот свой закрой, я тебе ничего не говорю. Я говорю, ты не пожалей потом, если их слова потом сейчас говоришь. Слушай, да я не пожалею. Перед кем я жалеть, я не понимаю? Перед тобой, что ли? Перед тобой, что ли? Чего мне жалеть перед тобой? А? Нашла здесь жалеть. А вот в паре Леши и Насте очередная волна ссор из-за истории с позабытым за периметром нижним бельем Анастасии. Алексей не поленился и встретился с предполагаемым любовником Ковалевой, после чего решил устроить девушке допрос пристрастием. Не помню, дурочек включил, не помню. Я реально если не помню. Леш, что-то я не поймала, почему я должна за каждый свой шаг отчитываться? Мы с тобой не были в отношениях. Ты что, Башко, что ли, не думаешь своей? Я тебе объяснила ту ситуацию. Да мне не надо ту ситуацию объяснять. Ту ситуацию тебе полностью обрисовала. Мы разбираем ситуацию. Мы тут ситуацию. Я каждый шаг не собираюсь сейчас тебе говорить. Понял? Если мне нужно будет, ты скажешь. Да что ты? А чего вдруг-то интересно? Ну тогда иди отсюда вообще-то ты. Ты мне посылаешь, Николай. Не, ну если ты не хочешь собираться, тогда иди отсюда. Иди сам отсюда. Иди тогда отсюда, давай. Иди сам отсюда, давай. Иди отсюда, давай. Чё, хренев. Давай, иди отсюда. Иди отсюда, блин. Иди давай. Не ударил прям по почкам, придурок. Слушай, почки за ним. Пошёл ты нахуй. Чемошник, конченый. Ты рот свой закрой, вали отсюда, давай. Сука, вообще, конченый. Давай, вали отсюда. Ты чё? Чё? Ты чё, сука, делаешь? Ты, тварь. Давай, вали отсюда. Сука, ты чё делаешь? Так, урод ты. Сука, конченый. Слыши, уйдет. Ты, ух... Делаешь, сука. Ты чё, сука, делаешь ты, тварь? За базаром следи. Урод. Фу. За базаром следи. Ты не дашь, ты покупал, урод. А ты покупала? Уродин. Ты сама тварь. Тьфу, конченый, мразь. Слушай, ты рот свой закрой. Я тебя сейчас выставлю с комнаты. Ой, напугал. Я тебе ещё раз сказал, ещё раз ты скажешь, я тебя выставлю с комнаты. Слушай, вещи мои я соберусь. Я сейчас... И пошёл ты нахуй, понял? И на... Слушай, не трогай меня, я тебе сказал. Чё ты... Кому ты посылаешь? Сука, ты мне сейчас пальцем... Чё, мальчик, блядь? Давай, что ты посылаешь? Кого ты посылаешь? Уйди нахуй от меня. Ты дурак, блядь. Кого ты посылаешь? Уйди отсюда, я тебе сказал. Будешь тебя посылать? Сука, уйди. Иди, давай отсюда. Сука, ты трогаешь меня? Иди отсюда, тварь. Давай. Руки, сука, распускаешь. Блин, герой. Иди отсюда. Да пошёл сам отсюда. Давай, иди отсюда. Сука, ты дождался, я тебе серьёзно говорю. Урод. Ты рот закрошил. Ты сказала. Давай, да кто ты такая-то? Конченая. Подарком с каким-то? Ну, с подарком у мамы. Саша, а что такое? Спросила передать Алексею Самсонову. Алексею Самсонову? Алёш, покажи, если не секрет, что там. Подарок на Новый год запознал. Лёш, достань, пожалуйста. Не, ну доставать я ничего не буду. Это вот обещание, там какие-то трусы, там, я не знаю. Ну, покажи нам всем. Кого показывать? А может, иди. Вот. Мама, можешь их узнать? Давай, достань. Ну что, я не думаю, что они прям грязные или ещё что-то. Ну, какая разница? Вот, вот. Ну, покажи, пожалуйста. Зачем я не буду показывать? Какую? Вы что, вообще, что ли? Почему? Ну, вы снимаете свои, показываете. В смысле, это Настяны трусы? Я не знаю, чьи это. А вы что ты не можешь показать? Это же не твои... А чьи это трусы? Какая разница? Я знаю, чьи это трусы. Рит, может быть, ты покажешь трусики? Ну, она видела, что там трусы. Рит, покажи нам всем просто. Я, конечно, видела. Так это не чисто или грязное? Мама просила передать. Она сказала, для того, чтобы никто не считал её, во-первых, холгуни, во-вторых, для того, чтобы доказать свою правоту, просто передала вещественным доказательствам, скажем так, лично Лёше всё. То есть это Настяны трусики? Да. Лёш? Да. Ну что, ты узнаёшь эти трусики или нет? Нет. Ну, слушай, Илья, я чуть попозже приеду, точнее, после лобного, потому что мне пришлось, он с Митей, он там шумит, с Митей посидеть придётся. Ну, просто Рита сегодня привезла доказательства, и она вот сейчас пошла на стройку. То самое, злосчастные, те трусики злосчастные от мамы передачи привезла. И опять, как всегда, тебя вмешали, да? Ну, я вот сейчас буду сидеть, пока Ритка вот сейчас на стройке. Вот, да Рита тоже, она, знаешь, она привезла от мамы, она тоже особо не хотела как бы в этом участвовать, ну, просто вот мама же не может сама приехать, поэтому она передала через Риту, и Лите тоже вот пришлось это привозить на стройку. Вот не знаю, как там Лёша с Настей отреагируют. Лёша, просто знаешь, что сегодня ночью ты встречался с этими ребятами и узнавал, спала Настя, не спала, платили ей за это деньги, не платили? Ну, там, как бы, я встречался, да, как бы, Ритка, наверное, в курсе уже, вот, и что-то такая, да, они рассказали мне всё, как вот Ориен Санн сказал, но очень много каких-то, ну, не знаю, там, нюансов. Я не знаю никому, ну, как разобрать ситуацию, там очень много нюансов, да? Вроде правду говорят, а вроде несостыковки где-то. Ритка, расскажи, вот, что говорит вообще твоя мама? Она передаёт русике, она также подписывается под своими словами, что Настя спала с мужчиной за деньги, до сих пор она придерживается этой точки зрения. Там, нет, там даже ребята говорят, что не за деньги она спала здесь, как бы, не в этом нюансы. Какие? Мама от своих слов не отказывается, скажем так, и вот... Что говорит мама? Давай, вот скажи, как я, что говорит мама? Она просто утвердила себе свои слова. Ты можешь повторить снова информацию, о чём говорит твоя мама? Мама, ну, о том, что она всем вам рассказывала погромко, что Настя действительно встречалась с молодым человеком, ночевала с ним, после чего на следующее утро попросила деньги на сон красоты себе. Хорошо, Рит, а в чём несостыковки? Вот Лёша как-то не может пояснить. Я не знаю, я не хочу, честно, вот, правда, не хочу в это всё влезать. Мам, подожди, вопрос. И в чём здесь эти несостыковки вообще? Какие, я не в курсе. Ребята говорят одни вещи, да, по Насте, слава, другие вещи. Я не могу вот именно разобраться. А суть-то одна, вот то, что говорит Ирина Александровна, это было или нет? Что говорят ребята? Они говорят, да, вот всё, что Ирина Александровна, они говорят, что было, да. То есть так и было, что Настя действительно провела ночь с молодым человеком, занималась волшебством, ничего, на утропах, на утропах, на утропах. Ну, свечку там никто не держал, но это явно, наверное, все. Он тебя любит? Конечно, любит, Лера, если бы он меня не любил, он, наверное, бы с ним не жила. Ну, может, у него какая-то уже страсть переросла с любви? Хочу смеяться, да со страстью любовь перерастает, а с любви в страсть такого не может. Это уже не важно, на самом деле. А вот ты с ним сидела спокойно, разговаривала, Лёш, зачем ты так делаешь? Зачем ты меня бьёшь? Вот так вот позволяешь себе это хамское общение? Он что на это отвечает? Вот ты вот, я его типа послала сейчас, он начал подпрыгнуть, там, я говорю, слушай, а почему тебе можно? Я не могу тоже всё время молчать. Я тоже такая, знаешь, эмоциональная, экспрессивная. Я не могу вот так сидеть и просто, знаешь, хавать это всё. Иногда тоже срываюсь, тем более, знаешь. Лёш, понимаешь, какая ситуация? Ты говоришь о неких несостыковках, но пока что несостыковки только у тебя. У меня, естественно, может, меня касается эта ситуация. Если у вас так всё хорошо, замечательно. Почему ты поколотил Настю, назвал её скотиной сегодня утром? И, ну, вот такие вот ситуации. В смысле, как я поколотил её? Вот так, в прямом смысле этого слова. Я просто могу сказать, я просто, она меня била, да, как бы, я прикрывался, и ничего не это. А почему так? Чтобы чему это такой конфликт? Сегодня утром, мы сидим сегодня, я спрашиваю какие-то вот эти нюансы, да, тема серьёзная, да, я спрашиваю какие-то нюансы, там, вот эти все, ну, какие-то... Она говорит, я не буду тебе, там, каждый шаг, мы не были в отношениях, я не буду тебе каждый шаг своего рассказывать. Я говорю, слушай, если, опять вот из-за этого, да, я говорю, если я захочу, ты будешь мне рассказывать, здесь тема серьёзная, она касается наших отношений. Ты же не сможешь жить спокойно с этим. Послушай, ну, объясняй, если я не смогу жить спокойно, значит, мы разойдёмся. Ясно? Вот если я не смогу жить спокойно, значит, мы разойдёмся. Что там у вас? М? Настя, слышишь меня? Твои-то были? Нет, не знаю. Да? Да. Настя, Санна пока, к сожалению, не может появиться в периметре, но она посылает своих верных гонцов, своих дочерей, в частности, Риту. И вот сегодня Рита на стройку привезла то самое доказательство твоей измены, которое мы все так ждали. Это твоё нижнее бельё. Если бы это было моё, я, в принципе, бы сказала, и можно было бы вывернуть всё так, что это, допустим, я забыла Урины Александровне в ВИПе, потому что я не раз её ночевала. И, в принципе, что скрывать-то, собственно говоря, Лёше я не изменяла. Если даже и было что-то у меня с кем-то, когда мы были в расставании, то это мои проблемы, кому я должна что-то доказывать, в принципе. Мы же не были с Лёшей в отношениях, и у Лёши на тот период была куча девочек, поэтому, собственно говоря, что обсуждали. А почему вы тогда с Лёшей ругаетесь всё равно? Сегодня утром подрались, он всё равно, получается, тебе не верит? Ну, вот он вот, да, проблема именно даже не в трусах, не в том, что, говорит Ирина Александровна, опять вот в этой мании Лёшины, он вроде верит, он говорит, я верю, я же с тобой, но в то же время постоянно меня поддеть где-то пытается, постоянно где-то пытается оскорбить. Я говорю, Лёша, тогда ты либо веришь, либо не веришь. Не надо меня колупать и ковырять постоянно. Я не знаю, Ксюша, у меня вообще, у меня уже сама скоро шизофрения начнётся, это невозможно просто. Каждый день какие-то конфликты, какие-то проблемы. Я ему уже наедине сказала правду, с кем было, понимаешь? Хотя я, в принципе, не должна с ним это обсуждать. Настя, ну я, возможно, тебя очень расстрою, но дело в том, что после стройки Лёша подошёл к Ксюше Бородиной и сказал, что трусики он узнал. А, да? Что трусики это правило. Ну, не знаю, что он сказал, он сказал, в принципе, что он узнал. Ну, пускай будет так, узнал, так узнал. Я их не узнала. А ты же только что говорила, что они не твои. Так они не мои, я не знаю, что он узнал. Ну, а как же Лёша их узнал? Ксюш, откуда Лёша узнал? Просто ему было стыдно на стройке признаться перед всеми. А так он подошёл, сказал. Ксюш, а откуда Лёша узнал, что я была на 100% в какой-то квартире? Нет, сейчас мы не об этом говорим. Сейчас давай вот правду нужно говорить всегда и во всём. Ты только что во время татата мне сказала, что это не твоё нижнее бельё. Да. Ну, объясни мне тогда, как Лёша мог его узнать? Без понятия, у Лёши спрашивайте. Это не моё нижнее бельё, если бы было моим, я бы призналась. Никому бы ничего не доказывала. Я не собираюсь перед кем оправдываться больше, мне это всё надоело, реально. Просто, понимаешь, я всё жду. Знаешь, ну, просто дело в том, что он сказал, что он с тобой расстанется в любом случае. Быть с тобой не хочет. Ксюш, да я сама уже не хочу, не то что с ним быть, я не хочу здесь находиться, мне всё это надоело. И дело не в Ирине Александре, в каких-то трусах. Я просто устала, мне морально тяжело. Трусики нашлись. Давай замажем, что размер не важен. Настя, давай докажем. А нашлись труси, размер тот или не тот, нам расскажет Ольга Бузова. Ну, к сожалению, я хоть специалист по трусикам, но эти трусики касаются только меня. Поэтому, наверное, всё расскажет нам в первую очередь Настя. Настя, Настя, ну, в итоге выяснилось, что это твоё бельё. Сегодня Рита принесла на площадку трусики, они доехали до нас. И Лёша признался. Я лично их не ждала, ну и что, что она произносит, эти трусики. Мне вообще не важно абсолютно. Кому я признался, что это её трусы? Ну, ты знаешь, ты узнал. Кому я признался? Разве ты так не говорил? Кому я признался, спрашивай. Нет, я тебя спрашиваю сейчас. Нет, ты не говорил никому? То есть в этих трусах, которые привезла сегодня Рита, ты Настины трусы не признал? Не знаю, я не знаю. Почему тогда ты целый день не разговариваешь с ней? Ну, неприятность ситуации нет желания. Ну, подожди, если это не трусы Насти, если её честь порочит. Я ничего не хочу вообще разговаривать на эту тему. Выходите вот обсуждать её. Я не хочу вообще разговаривать на эту тему. Что вы? Мы тоже не хотим обсуждать эту тему. Ну, давайте не будем обсуждать. Лёш, я предлагаю прямо сейчас сесть к Насте, обнять её, подсылать, сказать. Я тебе, люблюдка, ни в чём не виновата. И мы тогда эту тему закроем раз навсегда. Я никого не изменяю. Знаешь, почему? Потому что я уже собрала вещи, я действительно решила и хотела всем сказать, что я правда ухожу сегодня до 100%. Ты этого добивался, да, Лёша? Да нет, никто ничего не добивался, просто 11 человек, который меня здесь держал, это вот, пожалуйста, напротив. Я не понимаю ситуацию. По поведению Лёши, очевидно, можно сделать вывод, что он признал в этих трусиках твои трусики. Ну, сделайте. Даже если они... Сделайте. Даже если они... Мне это ничем не опорочит. Даже если они были твои. Какая разница? Ведь ты уже во всём до этого, Лёша, призналась. Ты сказал, что да, у тебя были отношения до того момента, как вы помирились. Почему? Вместо того, чтобы замять тему, вместо того, чтобы закрыть, например, ты некоторым участникам, которые пытаются твое честь, допустим, опорочить, да, как это выглядит со стороны, он предпочитает доводить ситуацию до того, что ты уходишь с проекта. Он доводил эту ситуацию в течение месяца, Оль. Зачем? Ты меня спрашиваешь? Ну, а ты же его ты знаешь? Ну, я не знаю. Я долго, долгие дни пыталась найти этому оправдание, ответ. Ну, а ты почему уходишь? Даже если было, какая разница? Это было до отношений. Я ухожу не из-за этой ситуации. Я уже на протяжении, ещё раз говорю, двух недель думаю об этом, постоянно разговариваю с родителями. Я решила, что я хочу уйти, мне надоело, я устала. Тебе надоело что? Именно? Мне надоело здесь находиться. Наверное, это не для меня просто. А почему мне сказать честно? Почему мне сказать, Лёш, я имею право на личную жизнь? Если у нас нет этого отношений, то забывай трусы, где я хочу. Почему? Почему вот вы как-то всё делаете завуалированно? Как-то непонятно, он обиделся, понятно из-за чего, он сидит, дуется, с тобой целый день не разговаривает. Ты сейчас со слезами на глазах говоришь, что уходишь, он даже не пытается тебя остановить. Почему ты не могла прийти и сказать, да, мои трусы, мы были не вместе, могла забывать их где угодно. Мне то же самое, Ксения Собчак сказала на Тэти, вы что от меня хотите, чтобы я признала, что трусы, которые не мои, они мои или что? Так они твои или не твои? Я говорю, не мои, Оль, я Собчак это говорила, тебе сейчас говорю. Мне в принципе неинтересна эта тема, хотите обсуждайте без меня, я ухожу сегодня, всё. Я больше здесь жить не буду. Для меня это колоссальный опыт, всем, конечно, большое спасибо, я очень ценю, что здесь провела своё время. Если ты разочаровалась в Лёше, если он тебя не поддерживает, то это не значит, что твоя история здесь и твоя жизнь в рамках проекта «Дома-2» закончилась. Почему ты выбираешь бежать? Рассчитывайте, как хотите этот поступок, понимаешь, это не бег, я просто устала. Ты устала от отношений? От всего? От таких отношений. Да, и от этого тоже. И ты бежишь в первую очередь от этих отношений. Но тебя никто не гонит. Более того, есть люди, которые... Он плачет вот так вот, он прощается на улыбке, а ты... У тебя состояние истерики сейчас, Настя, и я думаю, что ты просто пытаешься убежать. Вот это ты знаю, а потом не хотела на лобное улететь. Что вы будете говорить, что у меня состояние истерики. Но я же вижу. Я не плачу от того, что я здесь полгода жила, от того, что здесь родные люди для меня, как ни крути. Нет, когда плачут, когда уходят от родных людей, по-другому плачут. Я прекрасно знаю, я умею различить слезы. Слезы отчаяния, слезы радости. Не знаю, что сказать, Оля, я ухожу сто процентов. Леш, а ты ничего сказать не хочешь? Рит, а ты? Ты сегодня... Мне гораздо интереснее было, что у людей, с которыми я общаюсь, и есть, с которыми, в принципе, я буду поддерживать тебя. А мне сейчас интереснее послушать бы их близких людей. Леша отмалчивается. Может быть, тогда Рита скажет, что она сегодня эти трусы принесла. Я не близкий человек, и никогда больше в жизни не буду. Слава Богу. И не хочу вообще ничего говорить. Ты про Настю сейчас, да? Почему? Потому что дружбе пришел конец, причем уже очень давно, и не вижу смысла это теперь обсуждать. Очень давно, когда Леша приставала к ней, наверное. Именно тогда. Но ее Ирина Александровна передала через тебя, правильно? Да. Ты стала тем человеком, который эти трусики перевезла на проект. Да, мам попросила. Что в этом такого? Откуда они у вас? Я в этом ничего плохого не вижу. Что? Откуда они у вас? Мама взяла их у знакомых. У того молодого человека, где Настя эти трусики оставила? Да. У молодого человека почему-то их не было. Как мне сказали, что это домработница какая-то с какой-то квартиры передала Ирине Александровне. Все так запутано и как-то все так не сходится, что... Ну это я так просто от себя, чтобы лучше понимать. Не Лешу, не тебя, но получается, как-то косвенно вы стали причиной того, что Настя уходит с проекта. Нет, ни в коем случае не надо слишком их, понимаешь, на пьедестал сейчас ставить и говорить, что это из-за них. Я просто, мне морально тяжело, я просто понимаю, что я устала морально. Еще две недели назад я к этому пришла, но не говорила. Я пыталась, но останавливала любовь, но сейчас она мне не остановит, все. Любви нет, ты хочешь сказать? Как нет? Что у нас, полчаса пройдет или что? Есть любовь, но извините, я такой любви не хочу, еще раз говорю. То есть ты ставишь точку отношений? Я переборю себя, переборю свои чувства и все. Ты расстаешься с Лешей? Да. Он знает об этом? Ну пусть сейчас знает, я не знаю, знает, догадывается, наверное. Леша. Что? Ты по-прежнему ничего не хочешь сказать? Нет, я так же люблю человека, но я тоже неоднократно расставался, любя, и я знаю, что чувства перебарываются, и все. Просто мы не подходим, мы жираем друг друга, мы не подходим друг к другу. Мы просто, ну я не знаю, нас держала, я не знаю, привычка, там, любовь, страсть. То есть ты просто так вот дашь ей уйти сейчас, да? Я не хочу из этого циркла у нас устраивать, потому что я все свидетели, я неоднократно останавливал ее и возвращал ее в комнату раза три, пять, десять, не знаю сколько, останавливал ее, когда она уходила. Слушай, можно и двадцать раз остановить, если ситуация требует того. Ну вот пусть останавливает. Она же сказала, как бы человек дал понять, что устал от этих отношений, я других отношений дать не могу. Я такой, какой есть, я не могу дать других отношений. Ты же уверен вести меня. Ну как ты так не можешь? Ведь она ничего не требует, она требует просто, чтобы ты был рядом и защищал ее, и был за нее горой. Я еще раз объясняю. Я других отношений дать не могу. Я не могу других дать отношений, все. Ты не можешь дать других отношений? Настя, ты кому пишешь? Маме. Печально как-то все, ребят, получается. Кто-то хочет что-то добавить? Кать. Я вот одного, Леш, не могу понять. Прости, Настя, были разговоры всегда о том, что когда вы расставались, у вас были интрижки на стороне, да? Вот если это все было в этот период, почему сейчас столько драматургии и столько ссор из-за того, что кто-то показал какие-то трусики непонятно чьи? Вот я этого не могу понять. Если ты изменял в 150 тысяч раз больше, когда вы расстались, у девушки тоже были поклонники. Настя, как красивая девчонка, у нее по-любому будут какие-то парни и по-любому будут какие-то интрижки. Она не заваляется в одиночках. Естественно, пока вы расставались, что-то было. Что ты сейчас так реагируешь? Девушка твоя с проекта уходит, которую, по твоим словам, ты любишь, значит, ты не любишь ее. Леша, а что это... Ты что хочешь этим сказать, я не пойму? Я у тебя спрашиваю, откуда такая реакция? Я тебе не отвечу, что я тебя спрашиваю? Леша, скажи мне, пожалуйста. Ты не агрессируй мой адрес. Да я не агрессирую, не надо мне спрашивать такие глупые вопросы. Леша, я тебе еще раз повторяю, тупорылая реакция у тебя. Надо быть мужчиной. Давай, ты знать не знаешь ничего и все. Леша, скажи мне, пожалуйста, тебя больше раздражает что? Ну вот она, позиция, Леша. Что Настя от тебя что-то скрывала или то, что ты узнал, то, что произошло? Факт измены или то, что Настя что-то от тебя скрывала? Взрослые люди, вот ты взрослый человек, Оль, да, там, как бы, факт измены, это когда люди находятся вместе в отношениях. Это факт измены. Хорошо, тогда скажи мне, твоя реакция на то, что ты узнаешь, как будто бы ты узнал, что она тебя изменила. Да я ничего не узнал, я никому, я ничего не узнал. Тогда расскажи мне, пожалуйста, что тебя больше всего в этой ситуации злит? Да ничего не злит. Меня ничего не злит. Просто такое состояние, чего не пойму. Давайте, ребят, сейчас позвоним тому человеку, который все это изначально начал. Да, неделю назад, когда Ирина Александровна ночью рассказала о том, что Анастасия не верна. Можно я пойду, пока вещи я собираю? Я там бред, я слушаю, честно не хочу. Я понимаю, но тем не менее, будь, пожалуйста, на лобном месте. Алло. Алло, Ирина Александровна, это Оля. Да, Олечка, здравствуйте. Здравствуйте, я вам звоню с лобного места, хочу с вами поговорить. У вас есть минутка? Да, слушаю. Ирина Александровна, сегодня Рита внесла в периметр трусики. Я хочу вам сказать, что ни Настя, ни Леша не признали в этих трусиках нижнее белье Анастасии. И они говорят, что это ложные трусики. Что вы думаете, что вы можете сказать по этому поводу? Я бы удивилась, если бы они сказали другое что-то. Я бы, наверное, сделала бы, да, вы же точно. Вы на сто процентов уверены в том, что это ее белье? Я же на ее глазах его белье. Молодой человек, который их передал, я на сто процентов уверена, что это Настя. То есть вам их передал молодой человек, с которым Настя провела ночь? Да. Понимаете, в чем дело, Ирина Александровна? Все бы, может быть, было более-менее нормально, но ситуация выглядит таким образом, что сегодня Анастасия покидает проект. Из-за вас отчасти. Ну, видимо, Маргариты хватило в тот момент и защитников, и силы, и стойкости, чтобы это пережить. Настю даже ее молодой человек сейчас не защищает, хотя говорит, что он ей верит. И получается, что сегодня, видимо, настал тот критический момент. И я не пытаюсь вас обвинить, но отчасти вы стали тем человеком, который всю эту историю рассказал, и сейчас Настя вот пакует чемоданы и уходит с проекта. Оля, мне неприятно, что Настя уходит. Я не хотела такого сигнала для Насти, по крайней мере. Я могу тебе сказать, что мне неприятно было ее предательство в отношении к Рите. Я просто показала, а тому же Леша Санцонову, что когда он говорит о девушках так плохо, как он говорил о рите, что найдется такой же молодой человек, который так же плохо рассказывает о его Насте. Нашел же такой молодой человек. И что когда Настя предает свою подругу, которая молчит о ее похождениях, то я тогда в такой момент, когда Настя предает, готова сказать. Потому что мне неприятно, что мою дочь так растоптали и вывозили в гречи. Ирина Александровна, я так правильно вас понимаю, это была ваша месть? За дочку? Да. Да? Ну, по крайней мере, спасибо за откровенность и за то, что вы так смело об этом говорите. Спасибо, Ирина Александровна. Пожалуйста. Ну что ж, Настюш, я не хочу тоже быть тем человеком, который заставляет тебя принимать какие-то решения. Ирина Александровна сейчас призналась, что она не хотела того, чтобы ты ушла. Да. Она сказала, что это была месть. И она подошла к своей мести очень холодно и, видимо, сделала то, что хотела. Она отомстила за свою дочку. Ну и молодец. Но решение Алина Александровна здесь вообще невесомо, на самом деле. Но решение принимать тебе. Да. И я хочу, чтобы сейчас ты просто подумала. Я подумала. Потому что если ты уходишь с проекта, то прямо сейчас открываются ворота. Да, хорошо. Ты покидаешь его навсегда. Настя, подожди секундочку. Нет, я ухожу все. Тишина. Вы все Настю знаете. Вы все с ней общались. И в это время тоже. Ребята, Настя, я прошу тебя принять решение. Я ухожу. Все, это точно. Настя, подумай. Ну не надо. Вы будете вернуться на край. Настя, завтра приехали. Ребята, откройте ворота, и я уйду. Ворота открыты. Чтобы тебе было легче, можешь прямо сейчас встать и уйти. Леша, останови. Леша, останови. Ты заставляйте его. Он сам решает свою судьбу. Он сейчас решает ошибку. А мы его заставляем делать то, что он не хочет тоже. Это неверно. Ну вот сейчас вот этот момент. Я представляю, как Настя идет до ворот и ждет, что Леша хотя бы крикнет. Настя, постой. Но ворота закрываются. А Леша продолжает сидеть. В любом случае, наверное, те, кто с ней дружил и потом пообщается с ней, встретятся за периметром и нормально попрощаются. Леш, ты уверен, что ты принял правильное решение сейчас? Слушай, у меня, знаешь, как сердце сейчас бьется. Я вот так за вас переживаю. Ты сидишь. Вот тебе стало легче. Леха, не верни. Леш, ну поговори со мной, пожалуйста. Тебе сейчас легче стало? Каким образом мне легче стало, я не помню. Ты мог остановить ее? Мне еще тяжелее стало. Мне еще тяжелее стало, и что? Ты мог ее остановить? Мог. Я остановил ее? Не сделал. Ну все. Почему? Потому что. Ну объясни. Что это гордость, характер стоит показывать. Но характер показывает в других местах, Леш. Ну, я говорю, это гордость. Это грех. Я гордый человек. Это грех. Что я с этим сделаю? Леша, к сожалению, ты сейчас показал не свою гордость, а свою глупость. И из-за твоей глупости сегодня Анастасия Ковалева покинула наш телепроект. Мы не раз, я думаю, вернемся еще к этому разговору, потому что история очень печальная и неприятная. Но Леша сам сделал свой выбор. А сейчас давайте, ребят, поговорим. Пусы ее тушит. Ну, слушай, ну это было же до того, как ты начал. Какая разница, она мне врет, она мне говорит правду. Она до сих пор врет, она клянется семьей, клянется мамой, клянется Богом, клянется братом. Почему не будешь это сказать? Я не хочу вкладывать человека, не хочу. Прям, я тронется и трусы как-то, да? Я принес ей трусы, она говорит, это не мои трусы, я клянусь, это не мои трусы. Знаешь, да? Потом написала смс, сказала, блин, это, я когда у Риты сама ночевала, у меня голова была разбита, да? Я там ее забыла. Что я что не ее, а то забыла. Она заворалась, Оль, ты что? Она сначала сказала, что не мои, а потом написала смс, что это я у Риты сама забыла. То есть я больше бесит, что она влукает? Она влукает, она меня обманывает всегда. Она всегда по мелочам не врет. Слушай, ну это же все равно было до, что это повод вот так вот растворяться. Она влукает, она мне в внашку не тяжело, ты вообще даже не растворяешь. Ну а ты что, не обманываешь? Нет. Ну блин, я тебе тогда еще давно говорила, что надо вывести ее просто на чистую воду и просто сказать, Настя, ну если ты знаешь, что она там влукает, обманут, просто сказать, Настя, я все знаю, чтобы ей было стыдно. Нет, она говорит, нет, ей стыдно не будет, она говорит, это все понты, я беру ее на понт, она не говорит. Сейчас просто на лобном месте выглядит таким образом, что ты говоришь, что ты ей веришь, и она со слезами уходит с проекта, потому что видит, что ее молодой человек ее не защищает. Ты либо тогда говоришь, что ей веришь и действительно за нее впрягаешься, либо тогда ты говори, Настя, я знаю, что ты меня обманываешь, я над тебя обижен, порешаю сама. Например, Лехе могу сказать, что вот сейчас пара у нас просто разрушилась на глазах из-за сплетен, из-за, пусть там факт, не факт, не важно, из-за просто из-за чужих внешних. Я вам отвечаю, они знают намного больше нас. И вы вообще не знаете. Да даже если это было, я просто говорю, вчера Леха разговаривал с этими пацанами, вчера Леха разговаривал с этими пацанами, вы много не знаете, что они не сказали. Только что, Ирина Александровна сказала, что это было не видно. Да, пацаны вчера разговаривали, и, по крайней мере, Леха что-нибудь сказала, и что они сказали Лехе, вот после этого просто Леха сидит, Настя очень сильно сейчас прикрыл их, Женя, ничего не знает. Он, может быть, и прикрыл, но как он, ну что ты проделся, которая была в ней паре? Я тебе говорю, что Леха сказала, что вчера, когда разговаривали, Леха говорил, знаешь, что про Настю? Пацаны, да я вообще с этой девчонкой не буду за проектом. Я так чисто с ней ради проекта. Вот нам что сказал у Лехи, баба. Да он просто на обидах. Да на какой обидах ей? Что, пацаны будут врать? Они пацаны с пацанами поговорили, и все, Леха, если бы что-то было, он бы сейчас остановил, Женя, он бы сейчас пошел, ему вообще все равно. Ему не все равно. Вот помните у себя? Нет, нет, нет. Один. Да, там он, один. Нет, просто он в полной. Сейчас я и так же сказала, что это было месть за то, что мою дочь оклеветали, по сути ее не оклеветали, секс был, а вот здесь как раз тогда клеветал в таком случае. И плохо то, что он такой слабый человек и верит каким-то домыслам, а говорит, что он надо. Я скажу, что вот обид, беда в том, что даже вот надо уметь вокруг всяким внешним раздражителям сохранить отношения. Потому что у людей таких очень много, которые или набрут, или не набрут. Единственное, что даже это выяснилось, что это правда была. Ну хорошо, пусть правда, но это было, она была свободной совершенно. Ты позицию свою не высказал, отчетливо, никто ничего не понял. Ты не понял, просто. Ну а что делать-то будешь? Ну позвони ей. Не будешь? Я даже сегодня отпросился к норьему поехать, даже вообще не хочу. Ну а ты должен хотя бы как-то свою позицию четко обозначить, почему ты сидел, почему ты ее не остановил, когда тебе все говорили. Останови ее, останови ее. Это непонятно вообще пока ничего. Есть какие-то твои догадки, ее слова, ее слова против слов Риты с Ириной Александровной. Понимаешь, какая-то вообще каша. Каша, я ее объясняю, это ее трусы, человек мне врет. Она мне врет, она даже пыталась меня обмануть после этого. Я просил ее, говорю, Настя, я все знаю, я их давно-давно все знаю, просто скажи, чтобы мы одним фронтом мочили, да, как бы так сказать. Она врет, Оль. И я с ней хоть о плохом, хоть по-хорошему разговариваю. По-плохому она потом ноет, по-хорошему она врет. Она просто врет, понимаешь? Ну если ты уверен, что она обманет, это, конечно, очень неприятно. Она врет в лицо, она в лицо врет просто. Потому что когда человек врет, это, конечно, очень обидно, особенно если ты знаешь правду. Не знаю, что я с ней в логовый город тащился. Ну ты любишь ее? Я же вижу, как ты нервничаешь и переживаешь. А кто может до нее донести что-нибудь? Кто может ей подсказать? Кто может искать? А сейчас Настя должна Леша все правду рассказать. С ней все в этом, Бородина ее просила, она говорит, что я ничего не знаю. Ну, обычно она сейчас в пузо встанет, она может еще возьмут, действительно уйдет, зачем она приедет, и если ты ее не остановишь, она на принце пойдет. Ну она поедет, я иду на принце, а реально, вот если она захочет, она уйдет. Я вообще, ты что, я вообще не хочу, чтобы она уходила. Не хочешь? Ну тогда скажи ей, не уходи, давай здесь решать проблему. Нет. Ну, ребят, ну это бред тоже, знаешь, при каждой ссоре я ухожу с проекта, я ухожу с проекта. Давайте все уйдем. Слушай, а сколько в жизни проблем бывает, давайте проблему решать здесь. Давайте научимся смотреть правду в лицо. А как бороться правдой? Как испытывать человека, когда ее тысячу раз останавливал. Леша, правдой на лоб на месте говорить, Настя, я знаю правду. Кандуша в следующий раз привезет трусы и скажет, Ир Санна, это ваши. Вы понимаете, что это ее или нет? Вы можете понять это или нет? Что это, я ей поэтому на уши сказал, я говорю, уходи. Я не стал ни на стройки достать, ни чем. Я их открыл, я сразу увидел. Это, я видел, я знаю, это ее трусы. Я вам объясняю, вы что, это ее трусы. Эти трусы знаю, как пять своих пальцев. Вы что, не пойму. Еще когда мы в первых отношениях были. Я это ее трусы. Я же говорю, вы что на стройке не видели, какой, что я там вообще чуть не это не офигел. Я ее как открыл, я просто вообще, просто в шоке был. Понимаешь? Это ее трусы. Вы что? Я просто в шоке был. А где их взяли? Причем, понимаете, вот как мне быть, вот как мне быть, смотри, если мне человек сначала, да, вот как мне быть, вот посоветуйте, да. Вот я пришел, да, я знаю, что это ее трусы. Я такой ей говорю, я говорю, Настя, я говорю, вот, забери. Она, это не мои. Вот, врет. Она говорит, это не мои, выбрасывает их. Через 15 минут, она сказала, что это не мои, и через 16 минут мне она скидывает смс-ку. Это трусы, я когда мне Лебеша голову разбила, я ночевал у Ирины Саны в веб-доме, это оттуда, оттуда трусы. Зачем она, как у нее, в смысле вполне возможно. Ну, это защитная реакция в первую секунду, скажет, это не мое. Лера, Лерочка, сколько защитных реакций может быть? Я ее любимый человек. Когда ситуация с Ритой произошла... Для отвода глаз, чтобы никто не подумал. Когда ситуация... Да почему, есть смс, есть все это. Когда с Ритой ситуация произошла, она первая узнала, что я с ней спал. Она первая узнала, а я ее подготовил к этому. Музыкант до расцвета пел мне песенку. Леха, а что один? Да нет, мы все же... В смысле? Да. Что, все? Один? Почему? Музыкант, мы давно расстались. Света, подожди, а что ты же... Она тебе адрес не скинула? Да, она адрес скинула. Я, короче... Ну, как бы, сказали, чтобы я за ней не ехал, да, как бы... Чтобы водитель сюда принес, чтобы мы здесь встретились. Вот. Она за это... Ну, она, короче, вообще под этим делом... Тупеля, да? Семелье. Семелье, да. Вообще, ну, не, не надо там ничего, Семелье. Просто под этим делом. Вот. И это... И она такая мне там написана, вот ты не приехал, ты опять для этого ничего не сделал. Понимаешь, что она под этим делом меня вообще тупит вообще? Она очень налоговая. Она, да, она сегодня целый день, вчера и сегодня. Если бы ей нужно было, понимаешь, она бы вернулась и все. Я бы не упрашивал, не уговаривал там или еще что-то. Я очень хотел, чтобы она вернулась, да, там, без проблем. Но просто я сейчас сижу, ну, фильм смотрю, в кино был. И это... И такие... У меня девочка одна скидывает СМС-ку. Говорит, я сейчас видел твою Настю, она на Тверской в этом. Я такой... Привет. И я такой... А я такой скидываю... А, и там прямо в кинотеатре перезвоню, я говорю, Юля, я говорю, а с кем, что там она... Ну, а одна пока сидит там все это... Ну, одна сидит там. Она говорит, я рядом сидела, как бы слышала разговор, что она говорит, Блин, я сейчас, ну, она там с бокалами вина, как всегда, там, я вот сейчас, у меня отходняк после вчерашнего, я там вообще, там, это, туда-сюда. Вот. И, короче, ладно, понятно. Я пишу СМС-ку, говорю, все с тобой понятно, недолго мучилась, там, все рассказать, что ты там, с кем, что там, как сидишь, Геннадий. Там, я сидела с Дилей, там, туда-сюда, ну, я верю, как бы, потому что я вообще... Я сидела с Дилей, там, туда-сюда, я говорю, ладно, я говорю, давай, всего хорошего тебе. И она мне сказала, и тебе всего хорошего, как бы, и все. Понимаешь, человек просто сегодня, там, ну, знаешь, начинает показывать уже поздно, свой характер начинает показывать. Вот эти, знаешь, женские вот эти штучки такие, когда мужчина первый делает шаг, да, первый, есть такая категория женщины, Когда первый мужчина делает шаг, всё Они думают, ааа Всё, значит он от меня Никуда не денется Иногда есть девушки делают первый шаг Нет, я говорю, когда мужчины Я не говорю, что девушки не делают Я тебе просто объясняю, когда мужчины делают первый шаг Понимаешь, она постоянно делала поначалу Я не приехал Нет, машина за ней поехала Короче, за ней приехала Машина, ну водитель, да Там Бородина послала водителя туда Она узнала, что он один приехал Она говорит, ты даже для этого ничего не сделал, ты мне ни цветов не прислал, ни одного цветочка не прислал. Водитель простоял там ровно час, представляешь, час. Уже и Бородине позвонил, и мне позвонил водитель, и говорит, как мне что делать на все это. Она типа в салоне красоты где-то там, там все это. Лёх, ну ладно, не расстраивайся. Я не расстраиваюсь, я просто вот эти факты, которые сегодня, вот эти выводы, что она сидит там опять в гимнастеге, ты ничего для этого не сделаешь. И со мной базар так по телефону, еле говорит со мной, Жень, слышишь, что? И такая-то, вроде хочешь поговорить со мной, и я для этого ничего не делаю, да? А ты знаешь, как я отношусь вот к этому твоему делу, понимаешь? Ты вчера вечером, сегодня целый день, как, понимаешь, что я не помню? Слышь, ну ты представляешь, Настя тут сидела в коробке, в заперти, а сейчас она дорвалась, это эй-эй-эй, эй-эй, вот такая постанова. Я вам просто объясняю то, что смысл такой-то, что, ну, как бы, делаешь первый шаг навстречу, и человек сразу, 20 лет ей, человек сразу садится на шею. Алла, слышишь меня? Да, да. Давай, приеду тебя, заберу, я хожу приехать забрать. Ляш, нет. Что, нет? Ну, нет, все. Ну, ты все определилась, что мы вместе 100% не будем, правильно? Ну, ты определился. Ну, я тебя спрашиваю, послушай, да не надо вот это вот одно и то же повторять, блин, как это, блин, что я для этого ничего не сделал, там, сделал. Да, я, в общем, мне ничего повторили. Настя, короче, я хочу, чтобы ты сюда вернулся, я говорю, готов сюда приехать, не надо заглупить сейчас. Если я тебе не мог ответить ничего, у меня не было денег на телефоне. Лед, это не проблема, ну, ты сейчас что за отмазки, не было денег на телефон, ты что прикалываешься? Ну, я тебе говорю, я не выезжал отсюда, не было денег вообще, что-то я не понимаю. Лед, там у каждого есть телефон, какая разница, куда, какие деньги? Еще раз тебе говорю, я тебе, Настя, ты мне ответь просто, ты... Просто это не надо было, и уехала бы, и забрала, понимаешь? Ты мне ответь на вопрос, я тебе нужен или нет вообще? Просто здесь такое ощущение, как будто игра в одни ворота. Ну, ты мне нужен был, я тебя люблю до сих пор, но я тебе ничего не могу сказать. Если у тебя есть любовь к человеку, если у тебя есть любовь к человеку, еще раз тебе говорю, если у тебя есть любовь к человеку, не важно, что ты была на эмоциях или на эмоциях, и ты тем более говоришь, что она у тебя еще осталась. Осталась, но я перебариваю, нет. Слушай, зачем тебе перебаривать? Я тебе не нужен, я тебе уже не нравлюсь, ты меня не любишь, ты не хочешь со мной быть, что? Нет, я не буду врать. Это правда, я тебе показывала свою любовь Слушай, ты чё, вообще, я тебе ещё раз объясняю Я тебе ещё раз объясняю, здесь смысл в том, что прошло всего два дня Какая любовь, какие выводы, какие решения прошло ровно два дня Два дня всего прошло, какая любовь, какие решения, ты не пойму Я тебе сейчас говорю о том, что я не хочу вообще окончательно, чтобы там что-то это Я хочу, по крайней мере, по крайней мере, понимаешь, встретиться с тобой и поговорить Я считаю это нужным Я уже уходить собралась, узнала, что ты Насте звонил Это, я сейчас не созвонился, она там ни в какую, там туда-сюда Она мне намекает на то, что, типа, ты там, как его, до сих пор там сидишь, ты не приехал Я говорю, ты по тому адресу находишься, да, там где-то мне скидывала Она говорит, я тебе не скажу, я тебе не скажу, я скажу, потом говорит, нет, не потому Но я думаю, что она потому, потому что по звуку, ну, слышу там то, что это в этой же квартире Вот, и она говорит, ну, блин, как, короче, мне надо, Оль, нужно вот, с твоего разрешения, машину прям срочно Ехать туда, ехать туда в любом случае, потому что она собирается куда-то улетать вроде, не знаю, когда там, сегодня там в Таиланд, на месяц вроде Вот, и я хочу попробовать уже, я считаю, ну, окончательно вот этот момент В любом случае Вы уверены, что и сейчас настал этот момент, когда нужно вернуть Да, я уверен, что сейчас настал этот момент, потому что я это чувствую по себе в любом случае Я сказал такие слова, то, что я говорю, я имею на это право, я говорю, я с тобой жил полгода, да Я тебя впустил в свою семью Я имею право Даже если ты сделала окончательно свое решение Я имею право Не сделать пока окончательное решение Пока мы с тобой не поговорим и не увидим Вот мы с ней разговариваем Она говорит, ты до сих пор сидишь со мной разговариваешь Раза три упрекнул мне в этом Ты до сих пор сидишь просто со мной разговариваешь Ты до сих пор там сидишь То есть она ждет от тебя действий Да, каких-то Ты хочешь поехать? Я хочу поехать, я не хочу даже там заезжать. Я сразу пули хочу туда, по этому адресу. Ну, я могу, так сказать, я тебя отпускаю там, да. Прямо сейчас собирайся и езжай за ней. Никому ничего не говори. Собирайся, выезжай. Подожди, Лех. Слушай, я постараюсь не наговорить лишнего. Блин, я постараюсь. Ты просто знаешь, ты просто поймешь. Вот знаешь, как, не знаю, поставьте какой-то... Вот Новый год наступил, но вот представь, для себя, что это, возможно, действительно, последний шанс вам попробовать. И пока ты будешь ехать к ней, вот просто переоцени все свои отношения, переоцени свое отношение к ней, переоцени свои какие-то моменты, знаешь, негативные. И приедь не с претензиями, не с упреками, а с ощущением, что ты ее любишь. Попытайся ей это донести. И попробуйте начать. Леша Самсонов, словно принц на белом коне, отправилась из-за своей принцессы. Смеркалась, а нет ни принца, ни принцессы. А почему, расскажет нам Ксюша Собчак. Да, я бы даже обозначила это так. Уж полночь близится, а Самсонова все нет. Давайте его встретим. Он нашел любимую! Ура! Привет, Леша! Привет! Все, я делаю все, что можно. Все? Ну а что все, что можно? Не все. Если бы все сделала, она бы была сейчас с тобой, Доша. Это уже все, точка. Хорошо, ладно, расскажешь, что произошло. Я, конечно, приехал. Она не знала вообще, что я приеду. Вообще не знала. Я даже не знал, куда ехать. Я поехал по старому адресу. Вот это. Приехал туда. Она заперлась в ванне. Но мне это Надя открыла, подружка, мамин ее. Я без ключей, без всего проник. Там все как положено. То есть не положено. Молодец! Говорили. Хвалю. Мы поговорили часа полтора, она там плакала, жестко плакала. То есть не выдавливая слезы, градом текли у нее. Как бы там все это. Но она сказала, она со мной хочет быть, любит безумно, но сюда она не вернется. Ну почему? Она же говорила, ты три дня ничего не делал. Значит, она ждала твоего поведения. Мой внутри, ей обидно, что ты поздно появился. Нет, я говорю, человек чуть не договорит. Почему? Потому что она говорит, я вчера только приняла это решение, что сюда не вернусь. Вот за вчера я хотела, вчера я принимала решение, а сегодня уже не хочу. Ну как будто. А сегодня она в 23.50 улетает, как бы и все. Куда она улетает? В Таиланд на месяц. Это точно. Ты не чувствуешь, что ты упустил момент? Чувствую. Паша, Леш, вот ну поверь мне, проект проектом. Но эта женщина, вот я правда так чувствую, она очень для тебя дорогой человек. И это вот единственный человек из всех, которые были у тебя, за которого стоит бороться. Значит, я считаю, что упускать этого человека тебе нельзя. Я уже упустил. Это ты так считаешь? Я тебе могу сказать. Смотри, я предлагаю следующее. Ты же смотрел романтические комедии американские. Ну. Не надо говорить, о боже. А что такое? Что это значит? Давай ее. Ты же знаешь, во сколько она улетает. Давай, я готова как-то помочь. Там, не знаю, дать машину, все организовать, билет в Таиланд. Лети к ней. Лети к ней. И вы, хочешь, малышка? А можно выездить? Слушай, ну, это надо было раньше, потому что это не как. Да никакое раньше, все, самое лучшее решение спонтанное. Ну, я три года не могу никуда еще вылетать. Почему ты не можешь? Ну, потому что не могу. Все это знают. У тебя паспорт. Ну, у меня, этот загранпаспорт мне дадут только в 30 лет. Хорошо, смотри, я считаю, что она точно важнее, чем проект Дом-2. Вот поверь мне. Я еще раз говорю. Давай мы так сделаем. Смотри, вот у тебя сейчас, хорошо, она улетает на месяц. Месяц, на самом деле, если люди любят друг друга, он ничего не изменит. Только наоборот, да нет, и ты соскучишься, и она соскучится. Ты же не знаешь меня, я не тот мужчина, допустим, кто... Я просто для меня... Слушай, не тот мужчина, Леш, если ты месяц ее не подождешь, то ты не тот мужчина для нее тоже. Чем больше время идет, тем больше я ее забываю. Ну, Леш, тогда вообще ни о чем говорить. Если ты месяц не можешь человека подождать, то что... Я не могу ждать всю. Ты не можешь месяц подождать любимого человека. Да, если... Слушай, я разговариваю со своей мамой, вот ты мне как подруга, да, ты грамотные вещи советуешь, грамотные, умные, да. Но я разговаривал со своей мамой, да, которая меня родила и которая меня знает, как бы, и я тебе могу сказать, что... В любом она мне сказала такие слова, как бы, то, что я этого придерживался, то, что если бы человек любил настолько, насколько я ее, допустим, люблю, да, как бы, если бы была любовь такая огромная, она бы просто-напросто взяла с меня там или обещание, или слово, или клятву какую-нибудь, чтобы больше такого не повториться, и вернулась бы сюда. Твоя мама что сказала по поводу того, что ты не остановил ее налогом? Она считает, что это была ошибка? Она сказала, что ты дурак. Она сказала, что ты сам глупил, ступил, как бы все. Ну так надо сейчас это исправлять. Она всегда говорит, ты делаешь так, ты доводишь до того, когда уже поздно. Ты всегда всю жизнь, вот ты маленький, ты доводишь до того, когда уже все поздно. Вот, все, поздно, нет, и ты уже одумываешься. Вот я такой человек. Леш, знаешь, что такое одумываться? Одумываться, это реально дальше действовать как. Если ты одумался, то этот месяц, это вполне достаточное время, чтобы показать, что ты одумываешься. Да вы что, вообще что ли? Я здесь человек, вы знаете, какой человек, да, там? Я человек на три дня куда-то уходил. Ну, ну, живи таким человеком. Ну, я лучше могу сказать. Ну, я лучше могу сказать. Слушайте, вот если вы все друзья, Леша, я вот считаю, это тоже будет очень хороший жест. Вот смотрите, если вы все друзья и желаете ему счастья, давайте, я не знаю, может быть там, на лобном месте сейчас, или вы отдельно это сделаете, запишите какие-то все добрые слова. Давайте вот мы все ей скажем, она же посмотрит этот эфир, что мы ждем ее возвращения, что ее все здесь ждут, и все ее любят здесь. Это непонятно, почему. Вот это, в первую очередь, нужно Леша. По сути, так-то человек уходит, мы почему насильно должны ее заставлять? Мы все будем радоваться, она вернется, но просить, сейчас упрашивать человека, почему нельзя делать это для Леши? Леша принесет счастье, почему всем не сказать что-то? Не надо со мной разговаривать, как будто мы кругом, вот реально бывший алкоголь, дорогих-то, давайте вместе вознесемся к ней, а вот, давай, Леша, тебе это самому нужно. Не надо это, я сам разберусь, я считаю, что вот такое-то решение правильное, я сказал человеку, не надо улетать, я этому упрашиваю, как вы только не представляете, полтора часа, если оно улетит, то это все, ну, все. Да, Илья, ты хотел что-то сказать. Привет, Поляна, Лех, у меня к тебе вот просто совет, ты же спортсмен, у тебя должна быть сила воли. Ты бежать до аэропорта? Не надо бежать до аэропорта, прожди месяц, представь, что это раунд, который будет длиться месяц, и от этого раунда зависит исход боя. Если ты хотя бы простоишь этот раунд, понятно, что ты получил уже какие-то удары по корпусу, в голову, там, что ты уже весь измерт. Я сердце получил, я только в реанимации. Лех, тем более, покажи, что у тебя есть эта сила воли, прожди месяц, докажи себе, что ты можешь, а потом будешь сам решать, как победитель, потому что победителя не судят. Леша находится в модальности, сейчас бесполезно, я понимаю, что сейчас раунд очередной проигран, давайте подождем и вернемся к этому разговору.